Когда вы доверяете Богу, когда вы говорите «Боже, я буду двигаться вперед, я не останусь здесь». Вы получаете поддержку небес. Небеса будут с вами рядом. Здравствуйте, я Стив Келли, старший пастор церкви «Волна» Вирджиния Бич. Я люблю брать Слово Божие и оживлять его для людей в их повседневной жизни. Иногда люди думают о Слове Божьем и считают, что это какая-то книга на полке, которая никак не связана с повседневной жизнью. Но я люблю брать Библию, смотреть на повседневную жизнь, на ситуации, на вопросы, которые задают люди, и находить ответы в Слове Божьем. Вы удивитесь, когда узнаете, сколько всего Библия говорит о повседневной жизни. О том, как жить в семье, как быть хорошим отцом, хорошей матерью, как быть хорошим работником, хорошим бизнесменом. Как узнать, какова Божья цель для вашей жизни. Сейчас мы отправимся в церковь «Волна» Вирджиния Бич, штат Вирджиния. Я верю, что сегодня вы услышите послание, которое даст вам цель и поможет понять, как жить со смыслом. Вы лучше поймете сущность Бога и то, как сильно Он заботится о вас. Он желает, чтобы вы были успешны всегда и во всем. Итак, к римлянам 12 глава, 3 стих. Кто хорошо знаком со мной, тот знает, что я всю жизнь проповедую на первые 2 стиха 12 главы к римлянам и стараюсь так жить. Но сегодня мы будем говорить не об этом. Посмотрим 3 стих этой главы. Тут сказано по данной мне благодати, всякому из вас говорю. «Не думайте о себе более, нежели должно думать». Мне нравится это место. Здесь сказано, чтобы мы не были о себе слишком высокого мнения. Аминь? Библия призывает нас не думать о себе больше, чем мы хотели бы о себе думать. А у нас есть эта склонность. Мы не должны думать о себе плохо, но слишком возноситься тоже не надо. То есть не нужно иметь слишком высокое самомнение. Но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело. Так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члена. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение, пребывай в служении. Учитель ли в учении, увещатель ли увещавай, раздаватель ли раздавай в простоте. Обратите внимание, пророчествуешь, пророчествуй, служишь, служи, но если ты даешь, давай щедро, в простоте. Дается четкое указание, начальник ли, начальствуй с усердием. Я думаю, Господь дал мне именно этот дар вести людей. Благотвориться ли, благотвориться радушием. Я думаю, все согласятся, что у моей супруги Шарон есть этот дар. Продолжаем читать. Любовь да будет непритворна, отвращайтесь зла. Мы живем в обществе и в культуре, в которой абсолютно нет отвращения козлу. Мы живем в мире, в котором, в особенности в церкви, у нас есть опасность относиться к козлу толерантно, вместо того, чтобы ненавидеть зло. Но Библия призывает нас ненавидеть зло и прилипляться к добру. Будьте братолюбивы друг ко другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте. В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. В усердии не ослабевайте, это означает, что это зависит только от вас. Духом пламенейте. Я встречал так много христиан, которые перечисляли мне причины, почему они больше не служат Господу, как раньше. Обычно это связано с тем, что их кто-то чем-то обидел. Они перестали гореть для Бога. Они позволили кому-то стать причиной того, что они потеряли радость в Боге, перестали служить Ему. Тогда как Библия говорит, что наша ответственность всегда пламеняет духом. Не нужно обвинять других в том, чтобы сейчас не гореть и для Бога. Это наша личная ответственность. А мы вечно ищем виноватых. Я понимаю, что многих этим я заделал. Итак, читаем дальше. Утешайтесь надеждой. Скорби, будьте терпеливы. В молитве постоянно. Слушайте, мы должны радоваться в надежде и проявлять терпение в скорби. Это важно понимать. Вот вам местописание, дающее лучик света в тяжелые времена. Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Я могу с уверенностью сказать, что мы живем в темные времена. Покажу вам, почему я так считаю. Давайте с вами вспомним 14 августа. Какой же это был год? А, 2003. Кто-нибудь вспомнит эту дату? Я вам гарантирую, как только скажу, что это за дата, вы сразу вспомните. Итак, вы помните, по всему Нью-Йорку отключили свет? Это было 14 августа, а 13 августа — это мой день рождения. Запишите себе. Помните это, да? У меня есть друг, пастор церкви в Далласе, штат Техас, его имя Тони Эвен. Тони рассказал мне, что он как раз был в аэропорту Ла-Гвардия и собирался лететь домой в Даллас. Он был один из тысячи других пассажиров, застрявших в аэропорту, когда произошла авария в энергосистеме. От электричества был отключен не только аэропорт, но весь город. Света не было вообще. Он и тысячи других людей пытались найти место, куда обратиться. Они уже выехали из гостиницы, отправились в аэропорт, и теперь им некуда было податься. Гостиницы были забиты. Он нашел последний отель возле аэропорта под названием «Краун-Плаза». Все люди ходили с фонариками. Они подсвечивали себе фонариками, чтобы зарегистрироваться на ресепшене. Разумеется, лифты не работали, поэтому они с чемоданами поднимались по лестнице. С помощью фонарика он смог найти свой номер, открыть дверь, и, войдя в номер, он решил открыть занавеску, чтобы в комнате стало светлее. К его удивлению, он увидел, что стоящий напротив отель «Мариотт» весь светится, как новогодняя елка. Вообще нигде больше ничего не светилось. Поэтому его любопытство возобладало над ним. Он подумал, неужели я выбрал не тот отель. Он решил выяснить, как такое может быть. В отеле «Мариотт» все было залито светом, даже работал кондиционер. А это было 14 августа, Нью-Йорк, было жарко, мой друг весь вспотел, ведь ему пришлось в жару подниматься с сумками по лестнице. И вот он входит туда, там в поле все смотрят новости об аварии, энергосистем по телевизору. Они смеются, играет музыка, там словно вечеринка в разгаре. Он спросил управляющего, как такое возможно. И тот ответил ему, когда мы строили этот отель, мы установили газовый генератор. Я записал дословно, что он сказал. «Внутри нас есть энергия, которую не контролируют внешние обстоятельства». О, как мне это нравится. Внутри нас есть то, что не подвластно тому, что происходит вне. Это так сильно. Я уверяю вас, в этом мире нас будет окружать тьма. Но в темные времена Бог будет освещать наш путь и нашу жизнь. Иеремия 29 глава описывает непростые времена. Но посреди этих темных времен Бог обращается к пророку со словами. «Я знаю намерения, которые имею у тебя. Я желаю дать тебе надежду и дать тебе будущее». Бывают трудные времена в вашей семье. Трудные времена с вашим здоровьем или финансами. Или темные времена в сфере политики. Вы можете быть настолько зациклены на вашей политической позиции, на том, кого вы выбрали поддерживать, что вы в недоумении, почему другая часть страны вас не понимает. Очень быстро мир превращается в очень темное место для вас. Библия говорит, что тьма покрыла землю. В Иеремии вся 29 глава описывает темные времена. Послушайте четвертый стих этой главы. «Господь Всемогущий говорит, так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, всем пленникам, которых я переселил из Иерусалима в Вавилон». Это Бог переселил их. А почему? Потому что они грешили против Бога. У них была отчаянная финансовая ситуация. Они были вынуждены жить в безбожном месте в Вавилоне. Лже-пророки кормили их обещаниями, говоря, что Бог сказал, «Сегодня я вас освобожу». Но прорыва они так и не видели. Это были темные времена для них. Но посреди этой ценноты Бог дает им обещание, которое зажгло в них надежду. Кто-то из вас сейчас думает, «Но я не считаю, что у меня сейчас темные времена». А вот что я вам скажу. Если сейчас у вас не темные времена, то вы либо только что из них вышли, либо скоро в них войдете. Поэтому внутри вас должна быть сила, чтобы внешние обстоятельства не могли управлять вами. Да, в жизни бывают темные времена, но если такое время наступило, у меня есть для вас стих из Библии, который зажжет свет во тьме. Вся книга Иеремии говорит о суде. Читали? Это плачущий пророк. Он говорит в своих пророчествах о том, что за грехи народа Бог пошлет свои суды. Книга полна печали и репрессии, но посреди печали есть стих, который дарует свет. Аминь. В нем говорится, что у Бога есть для вас будущность и надежда. Надежда всегда смотрит будущее. Она не имеет отношения к вашему прошлому, и даже не всегда касается того, что происходит в вашей жизни сейчас. Надежда всегда смотрит будущее. К нам Шерон снова подселились. Мой сын Джош и его жена Брук. На время, пока они не купят новый дом. Мы счастливы. Но теперь я не могу просто сдать назад и выехать. Я должен объезжать по кругу, потому что там стоят их машины. Если я сдаю назад, мне нужно внимательно смотреть в зеркало заднего вида. Слава Богу за эти зеркала. И они помогают видеть, что позади. Но всю жизнь не проживешь, только глядя назад. Нам нужна надежда. Она смотрит в наше будущее. Аминь. Она ориентирована на будущее. Ты ожидаешь прийти куда-то, а не стоять на месте. Аминь. У Бога есть чудесный план. Ведь тут сказано, «Я знаю намерения, какие имею о вас», говорит Господь. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И вы зайдете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне. «Я услышу вас, и взыщете меня, и найдете, если взыщете меня, всем сердцем вашим». Бог говорит, «Я знаю ваши трудности». «Но вам нужно приходить с ними ко мне». Открывайте свои сердца. «Приходите ко мне, ведь у меня есть план для вас». Аминь. Но я так понимаю, что нам нужен план Божий, но не сам Бог как Личность. Мы всегда хотим Божий план, а вот Бога ищем лишь изредка. Когда я начал ухаживать за моей будущей женой Шерон, она была не из тех, кто сразу же показывает свою симпатию. Я не мог ее обнять. Она держалась на расстоянии. Я думал, что я могу сделать, чтобы мы стали ближе друг к другу. Я помню, тогда вышел один страшный фильм. Я сказал ей, «Я свожу тебя в кино». Я знал, что некоторые сцены в этом фильме были для нее чересчур страшные. Она просто отвернулась вообще. Она не могла на такое смотреть. И мне очень повезло. Она положила голову мне на плечо. Вы видите, иногда темнота помогает сблизиться, и все мужчины могут сказать на это «Аминь». Что-то подобное Бог делал в этой главе Иеремии. Мы сейчас переживаем темные времена в политике. Это происходит по всему миру. Сюда входит не только политика, но она включена в происходящее. Сейчас весь мир в смятении, не так ли? Но Бог использует эти сложные обстоятельства, обращая наш взор к Нему. Я покажу вам, насколько темны у них тогда были времена, и мы посмотрим на это. Вторая книга «Паралипоменон» говорит, «Многие дни Израиль будет без Бога истинного, и без священника, учащего и без закона. Но когда Он обратится в тесноте Своей Господу Богу Израилеву и взыщет Его, Он даст им найти Себя. Все времена не будет мира, ни выходящему, ни входящему, ибо великие волнения будут у всех жителей земель. Народ будет сражаться с народом, и город с городом, потому что Бог приведет их в смятение всякими бедствиями». Вы понимаете? Если мы включаем сегодня новости, мы просто в шоке. Возьмем, к примеру, эту неделю. Ужас! Иранская ракета сбила украинский самолет. История на флоте с американским эсминцем и Россией. Город нападает на город, страна на страну. «Смотрите, что происходит в Ираке, в Иране, в Сирии. Нападение на американское посольство». Это включает и политику, но я думаю, что Бог использует эту тьму, чтобы достичь своей цели и привести людей к себе. И у меня есть стих, который дарит надежду как Америке, так и другим странам мира. «У Бога есть план. Он хочет даровать нам надежду в этом мире полном тьмы». Народ долгое время жил без истинного Бога. Народ будет сражаться с народом и город с городом, потому что Бог приведет их в смятение всякими бедствиями. И послушайте, они обратились к Господу в бедствии своем, и Он был найден ими. Они воззвали к Господу, и Он позволил им найти Его. Бог будет использовать темные времена, чтобы прорваться сквозь нашу независимость и приблизить нас к себе. На мень, церковь, если у вас в семье есть проблема, кто-то из ваших близких сейчас далеко. Если вы беспокоитесь о том, что происходит сегодня в нашей стране и во всем мире, когда один город выступает против другого, по причине того, что у них различные политические предпочтения, возможно, глядя на то, что происходит в Америке, вы в замешательстве. Это темное время. «Но у меня есть для вас лучик света в этой тьме во имя Иисуса». У Бога есть план. Его план всегда начинается с церкви. Абсолютно всегда. Читайте Библию. В послании к Ефесиным сказано, Бог всегда сначала действует через церковь, но мы сможем найти Бога только если взыщем Его всем сердцем. У Бога есть план для нас, и он начинается с церкви. Все, что у Бога есть для нас, начинается с церкви, начинается с Дома Божьего. Послушайте, Его план начинается не с Белого дома, а с Божьего дома. Ответ не в политике, и не в том, какая партия у власти. У Бога есть план. Итак, как нам применить на практике призыв? Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянной. Мы должны понять, как действует Бог. Я недавно читал библейскую историю о Содоме и Гаморе. Если задуматься, то это одна из самых печальных страниц Библии. Бог больше не мог терпеть то зло, которое творили люди, живущие в этих городах. Они творили мерзость пред Ним. У них вообще не было страха Божьего. Они не знали Бога и не стремились делать угодное Ему. Бог положил намерение стереть их с лица земли. Ну, конечно, вы знаете эту историю. Племянник Авраама, Лот, жил в Содоме, и Авраам начал торговаться с Богом. Он сказал, «Господь, если в этом городе найдутся, ну, хотя бы 50 праведников, ты их спасешь?» Бог сказал, «Если найдется 50 праведников, я не пошлю свой суд на город». Авраам знал, что Бог милостив. Он спросил, «А что, если найдется всего 40 праведников?» Бог сказал, «И тогда я помилую город». Потом он спустил планку до 37. Бог согласился и на это. Затем он спросил Господь, «А что, если найдется всего 10 праведников?» Бог сказал, «И в этом случае я помилую их». Сопоставляя Содом и Гоморру с тем, что происходит в мире сейчас, Содом и Гоморра кажутся детским садом в сравнении с современным миром. По сегодняшним стандартам, Бог вообще должен извиниться перед Содомом и Гоморрой за то, что он их сжег. Они, в сравнении с нашей культурой, были белые и пушистые. Когда мы задаемся вопросом, почему Бог все же так поступил с ними, то естественным будет ответ, «Им недоставало любви к Богу, страха Божьего. Им не хватало Слова Божьего. Они утопали во грехах и в пьянках. Это были темные времена». Но я хочу сказать вам, что эти города были уничтожены не только из-за грешников и их грехов, но и из-за того, что Бог не нашел в них праведников. Он даже десяти праведников не смог найти там. Всего десять праведников не нашлось. Бог обещал, что если там найдется десять праведников, Он помилует весь город. Мы знаем, что Лот был праведным, и что у него была жена. И если мы внимательно читали эту библейскую историю, мы знаем, что у Лота было, по крайней мере, две дочери. И также из этой истории мы знаем, что дочери Лота были замужем. Поэтому у нас есть уже Лот, его жена, две дочки, их мужья. И поэтому я лично считаю, что Бог погубил Содом и Гоморру, потому что там не нашлось и десяти праведников. Лот мне напоминает типичного американского христианина. Что я имею в виду? Он заботился лишь о собственном покое и о собственном влиянии. Он не достиг сердец своих зытьев. Он не привел к Богу своих дочерей. Он не привел к Богу какого-то соседа. Он не смог даже собственную семью вести так, чтобы там царил страх Божий. Вы слышите? А жена Лота, она знала, что Бог собирается сжечь город. Ей было велено не оборачиваться. Но она не могла отпустить любимые магазины. Лот даже своей жене не привил веру. Я хочу задать вам вопрос. Если бы христианство в нашей стране ушло под поле, нашлось бы у вас достаточно доводов, чтобы продолжать быть христианином? Ваши сотрудники хотя бы знают, что вы христианин? Сможет ли Бог найти здесь праведников? Люди вокруг вас хотя бы знают, что вы ерующие. Бог проводит нас через темные времена, чтобы явить нам будущность и надежду. Мы сможем найти свет посреди тьмы. Бог использует темные времена, чтобы привести нас к себе. Я лично верю, что если бы Бог нашел хотя бы 10 праведников, Он бы не сжег Содом и Гоморру. Это вызов для нас. В нашей стране находимся в тяжелой ситуации. И сейчас Бог ищет всех, кто будет христианами полного времени, а не время от времени. Это важно, потому что это повлияет на будущую жизнь наших детей в этой стране. Мы хотим, чтобы они жили в стране, которое не будет утопать во зле. И когда Бог полностью завладел вниманием своего народа, они обратились к Нему. И Он к ним. Вот что сказано в книге Иеремии, 29 главе, 14 стихе. «И буду я найден вами», говорит Господь. «И возвращу вас из плена, выведу вас из ваших трудностей, и соберу вас из всех народов и из всех мест, куда я изгнал вас, говорит Господь. «И возвращу вас в то место, откуда переселил вас. Я верну вам все, что вы потеряли». Я верю, что нас уже достаточно обобрали. И Бог говорит, «Я верну вам все». Это местописание, зажигающее надежду в темные времена. Бог желает обратить все наше внимание на Себя. Если вы попросите меня выразить все это одним предложением, то вот что я вам скажу. Послушайте. Не сдавайтесь, пока не обратите взор к Нему. Не сдавайтесь посреди тьмы, пока не направите свой взор в небеса. Это место говорит нам о надежде. И мне нравится, что Бог обещает вернуть мне даже то, что я утратил по своей вине. Он вернет мне все, что я потерял. Да, в нашей жизни происходили события, которые были ужасными. Какие-то ситуации нас обкрадывали, разбивали нас. Это так. Но я хочу обратиться к тем, кто сидит и оплакивает свою судьбу. Я это заслужил. Это плод моих ошибок. Так вот, для вас, у меня, есть слово от Бога. У Бога есть план для вас. Посреди всей этой тьмы Бог желает даровать вам будущность и надежду. И вам нужно утешаться надеждой, быть терпеливыми в скорби и постоянными в молитве. Вот чему нас учит Писание духом пламенец. Я хочу, чтобы мы с вами сейчас отложили все и имели важный разговор лицом к лицу. А вы познали Иисуса? Являетесь ли вы христианином? Молюсь всем сердцем, чтобы каждый, кто еще не познал Бога, смог узнать Его и увидеть, какой Он чудесный. Я проповедую Евангелие уже 35 лет и еще ни разу не приблизился к тому, чтобы в точности описать то, какой чудесный наш Иисус. Описать то, как сильно Он вас любит и как Он верит в вас. У Него есть план и цель для вашей жизни. Все, что нужно сделать, это открыть свое сердце для Него. Библия говорит, что Иисус стоит у двери и стучит. Он не станет выбивать дверь. Он ждет, когда вы пригласите Его войти. Может, раньше. Вы уже были с Богом. Может, это было в молодости, но потом жизнь закрутила вас. Но теперь вы понимаете, что жизнь — это что-то большее, чем просто работать и оплачивать счета. Важно понять цель от Бога для вас и Его предназначение для вашей жизни. Жить не значит просто существовать. Скажите, «Господь Иисус, я прошу Тебя войти в мою жизнь. Прости мне мои грехи. Я принимаю Тебя как моего Господа и Спасителя». Аминь. Если вы произнесли эту молитву сегодня, я прошу вас зайти на наш сайт, адрес которого вы видите на экране. В раздел «Подарок». Дайте нам знать, что вы приняли сегодня это решение. Специально для вас я написал книгу, которая поможет вам узнать, как начать строить отношения с Иисусом. сообщите нам о своем решении, и мы тут же вышлем вам этот подарок. Смотрите нашу программу на следующей неделе. Или приезжайте в один из филиалов нашей церкви. Мы будем рады видеть вас. Ведь каждое воскресенье мы собираемся для вас благословений вам. Вы можете быть другими. Вы можете относиться к жизни так. Я видела Бога в действии. Поэтому, несмотря на то, что какую боль мне довелось пережить или приходится переживать, я теперь имею силу все преодолеть. Спасибо, что смотрите наши программы. Благодаря верной поддержке наших партнеров мы можем транслировать наши программы и возвещать Евангелие по всему миру. Став нашим партнером, вы сможете изменить судьбы людей, которые придут к Богу через наше служение в местах, куда мы не сможем попасть телесно. Чтобы стать партнером, просто зайдите на наш сайт. Пусть Бог благословит вас. Субтитры создавал DimaTorzok